Музыка 17-18 июля 2018 года в городе Удомли Тверской области состоялся семинар совещания с главами городов и руководителями предприятий атомной отрасли. На данном семинаре были рассмотрены в течение двух рабочих дней актуальные темы и проекты, которые будут реализовываться начиная с 2018 года и на перспективу. Я вкратце остановлюсь. Первый блок – это было рассмотрение вопроса, связанного с нашими городами, атомными городами, с городами ЗАТО, создания «Умного города». Что это такое? Это блок мероприятий, направленный на инфраструктуру, то есть цифровую. В данном случае сейчас на территории города Сарова, это Нижегородская область, данный проект уже реализуется, реализуется он привлечением специалистов Росатома, и этот сервис уже запущен. Ну, допустим, если взять сравнение, думаю, вы все слышали, активное граждание платформы, такая есть в городе Москва, да? Вот эта платформа, ну, наподобие, сейчас активно внедряется и применяется на территории данного города. Понятно, что это довольно-таки дорогостоящие мероприятия, наши атомные города пока в этом как бы не участвуют, но я думаю, что на перспективу нас это тоже будет ждать, потому что это будущее, в том числе и развитие города. И вот одним из вопросов это было рассмотрение цифрового кабинета главы. Что это такое? Это, значит, слот-анализ, ну, грубо говоря, за сутки, что у нас происходит, допустим, там, по линии, допустим, ГОЧС, по линии ЖКХ, по линии медицины и так далее, и так далее. То есть довольно-таки интересные цифровые технологии, которые в будущем будут применяться на наших территориях. Второй блок, и довольно-таки значимый, это реализация проекта «Росатом вместе». Что это такое? Значит, он разделен на несколько блоков. Первый блок – это конкурс социальных проектов. Второй блок – это конкурс координаторов проектов в рамках каждого проекта, то есть это дается оценка каждому руководителю проекта. Третий проект – это лучший месячник «Росатома», это между городами конкурс проходит. И четвертый конкурс – это презентация города в «Росатоме», то есть выставка достижений и возможностей. то же самое потом будет оценивать конкурсная комиссия. Результат вот всей этой деятельности, так сказать, приз, да, та команда, которая покажет лучший результат, главный приз – это «Гранд НКО» на развитие города, на общую сумму 10 миллионов рублей. поэтому здесь есть над чем побороться. Вообще, вот сейчас, я думаю, что с понедельника, мы в средствах массовой информации, в том числе в газетах, на радио, на телевидении, мы подготовим обращение главы города в рамках этого проекта к населению, чтобы население активно включилось в реализацию данных проектов. Еще один такой блок, как бы рассматривали, ну, о том, что мы уже как бы рассмотрели в группах, в рамках нашего фонда АТР, он тоже, в принципе, у нас состоялся. В этом году у нас фонд АТР будет отмечать юбилей, хоть и небольшой, да, пять лет. Но, тем не менее, данный фонд и ассоциация работают, работает она довольно-таки успешно. Мы видим по нашим городам, в том числе по Десногорску, по реализации тех и иных проектов. И здесь наши города, по крайней мере, Десногорск, мы, наверное, да и то, что, наверное, да, будем принимать участие в одном из проектов школы Росатома. Направленный этот проект будет на детские сады. Ну, в данном случае на один детский сад. Мы для себя как бы в пилотный проект определили детский сад Мишутка. Он единственный сад, который подходит по всем параметрам, ну, с учетом всех обновлений, которые там произошли. И на этой базе будут реализовываться новые инновационные технологии, связанные с образованием детей. То есть вот этот проект, он уже реализуется на территории наших ЗАТО, довольно-таки успешно. В данном случае педагоги, которые принимают участие в реализации данных проектов, они участвуют в различных семинарах, совещаниях, обучениях и стажировках за границей. Потому что это будущее, будущее города и наших детей. И поверьте мне, там будет довольно-таки, даже, как сказать, для Смоленщины это будет инновация. То есть на базе данного детского сада будет создаваться центр, в том числе по дошкольному обучению. И туда будут в последующем приезжать на обучение, на повышение квалификации другие, так сказать, педагоги-воспитатели. На этом будут зарабатывать. Буквально где-то месяц назад наша Ассоциация Атомных Городов было подписано соглашение между Ассоциацией и Росатомом по выделению средств по разработке стратегии экономического развития до 30-го года. В принципе, сейчас этим охвачены все наши города. И до конца текущего года эти мероприятия будут проведены. То есть это тоже довольно-таки немаловажный вопрос. И очень, так сказать, актуальный. А мы на протяжении этого полугодия, как мы уже встречались с вами, неоднократно на эти темы уже, как говорится, общались. Поэтому уже, как бы, процесс пошел. То есть финансы выделены, специалисты определены. Мы не только наши, а я имею в виду сейчас специалистов в части касающихся Росатом, а те, кто непосредственно этими вопросами занимаемся. Поэтому я надеюсь, что мы к концу текущего года получим хороший, так сказать, реальный документ, на основании которого мы, соответственно, будем идти вперед и развиваться. На протяжении февраля, марта, апреля месяца данные специалисты работали на наших территориях. Ну, по крайней мере, мы были пилотные, значит, Сосновобор и Десногорск. Остальные, в принципе, это где-то был май-июнь. Специалисты работали в наших городах, да. Вот, у нас, как бы, определена стратегия. Все наши города – это одна большая семья и предприятия. Со своими, так сказать, плюсами, со своими минусами, да. Но вот под эгидой, еще раз повторюсь, Росатомы, КЦНР, Росэнергоатом, мы движемся вперед. Уверенно, вот как локомотив идет, да. Несмотря на все эти, как говорится, трудности там финансовые, какие-то экономические, политические, да. Вот, курс один на развитие наших городов. Вот, и мы медленно, но уверенно идем вперед. Редактор субтитров А.Семкин